Начнем по традиции с рывков и прорывов. В Петербурге закрывается завод по производству листового чая. Голландская компания Екатерра, владеющая торговыми марками Липтон и Брукбонд, объявила о своем уходе из России. Предприятие будет ликвидировано, персонал сократят. Чтобы вы понимали серьезность ситуации, питерский завод считался вторым в Европе, то есть одним из крупнейших в отрасли. Производительность завода 16 тысяч тонн продукции в год, там работало огромное количество людей. Вот сейчас все эти люди возглавят колонну идущих на художественный фильм. Репостните, кстати, это ватникам, которые любят верещать санкции нам только на пользу. Вот вам еще один пример пользы. Несколько сотен безработных, и это только непосредственные сотрудники предприятия, а сколько еще смежников. То есть тысячам на самом-то деле пендели отвесили, и это только начало. Уверен, очень скоро я в каждом выпуске буду рассказывать подобные истории, там завод закрылся. Тут предприятие схлопнулось, плюс 500 безработных, плюс тысяча, плюс 5000, и взамен тем безработным никто ничего не предложит. Вон, вусорка с просрочкой у супермаркета, и кушайте, не обляпайтесь, вы бы об этом подумали, господа, ура, патриоты. Ну, а мы начинаем. Росстат отчитался о рекордном сокращении населения в России. С января по май 2022 года нас стало меньше почти на полмиллиона человек. Общая численность жителей в скрепдержаве упала до 145 миллионов. Вообще, вот даже в пандемию мы столько не теряли, хотя нам тогда из каждого утюга лопатали об ужасном. Страшном вирусе, уносящем жизни людей, оказалось, есть вещи и пострашнее вируса. Мои коллеги, кстати, из Moscow Times, объявлены иноагентами, надо сказать, посчитали это уравнение немного по-другому, и вот сейчас ужаснитесь, 86 тысяч человек в месяц, Россия теряет ничего, тогда это средний провинциальный город на минуточку. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Зато я знаю, что это такое, а это называется нищета. Смертность у нас существенно превышает рождаемость. Люди не торопятся детей заводить, потому что и я их понимаю. Я сам стал отцом только сейчас, а мне уже за 40 чего ждал. Да когда на ноги, блин, встану, дети, конечно, цветы жизни, плоды любви, но еще дети очень дорогое удовольствие. Знаете, сколько коляска, например, стоит? В интернете от 20 тысяч рублей, в магазине 50, 70, 100 и выше. А еще, когда у тебя появляется ребенок, возникает необходимость, подчеркиваю, необходимость. Обзавестись хоть каким-то жильем, машинешка какая-никакая нужна, с ребенком под мышкой. В большом городе долго не пробегаешь, а еще и витамины, питание, тоже, кстати, ни хрена не дешевая штука, одежда, из которой она уже через неделю вырастает, не забываем о маме. Мама в период лактации должна хорошо питаться, а не одной картошкой и макаронами. Должна тепло одеваться, потому что болеть маме нельзя. То есть в материальном плане это десятки тысяч рублей ежемесячно, при том, что один из родителей поначалу не будет работать. А теперь посмотрите на нашу молодежь, на людей в репродуктивном возрасте, посмотрите, где и кем они трудятся после окончания вузов. Просто выйдите на улицу, они все там, на велосипедах, с ранцами за спиной, фастфуд развозят. Остановите такого человека и поинтересуйтесь, сколько он за свою работу получает, обалдейте. Посему какая рождаемость, какая демократия, давай демография, так и будем вымирать. Это, к сожалению, печальная действительность, к которой мы шли 22 года под предводительством самого талантливого на свете управленца. А это реальная журналистика. Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Друзья, если вы проводите много времени за компьютером по работе, любите поиграть или просто посмотреть кино в онлайн-кинотеатре, делайте это с максимальным комфортом в кресле Zone 51 Gravity. Zone 51 это молодой российский бренд, превосходящий по надежности ближайших конкурентов. Мощная стальная рама, стальной газлифт четвертого класса. Стальная же крестовина позволяет выдерживать вес до 150 килограммов и не ломаются. Внутри кресла заполнено пеной холодного отвердевания, не поролоном. Это важно, что делает посадку максимально удобной. А срок эксплуатации кресла максимально продолжительным. Плюс две регулируемые подушки под шею и под поясницу, которые держат осанку в правильном положении. Не забудьте об усталости в спине. Эргономичные отделочные материалы позволят коже дышать. Вы будете чувствовать комфорт и прохладу даже в самые жаркие дни. Колеса тоже современные, с полиуретановым покрытием, дают плавное скольжение по любой поверхности и не царапают ее. Отдельного внимания заслуживает дизайн. Слушайте, это улет, космос. Недаром модель называется Zone 51. Кресло запросто пишется в любой интерьер, хоть в офисе, хоть дома. Цветовая гамма очень широкая, с черными вставками. С красными, с оранжевыми, с розовыми я выбрал с голубыми. Функционал легко крутится. Регулируется на удобную глубину вне зависимости от роста. Фишка, которая понравится многим. 2D подлокотника геймеры поймут, а еще барабанная дробь. Спинка кресла откидывается на 180 градусов. Прикольно. Надоело сидеть? Полежи. Посмотри любимый сериал. Zone 51. Это сочетание премиального качества и доступной цены. На рынке кресла подобного плана стоят дороже на 20% в среднем. Ну а качество начинается уже с упаковки. Кстати, привезут кресло в полусобранном состоянии. Останется в буквальном смысле 2 раза по 4 винта закрутить. Даже девочки справятся. Zone 51. Будь в зоне комфорта. Переходите по ссылке в описании. Вводите промокод, который видите сейчас на своих экранах. И становитесь обладателем премиум кресла по отличной цене. А народ тем временем продолжает кормить сказками из телевизора. Ну не в прямом смысле из телевизора. Ютуб, потому что сегодня это тот же самый телевизор. Пропагандисты и здесь окопались. Равно как и в Телеграме, и в Фейсбуке. И так далее, и так далее, и так далее. Ну да мы отвлеклись. А сказках же я начал. Так вот давайте, чтобы не быть голословным, зачитаю комментарии, которые оставили, между прочим, под моим предыдущим видео. То есть, ну явно не ватный болван его писал. Бюджет лопается от денег. Цены на энергоносители прут. Мало того, что сами концы с концами еле сводим. Детям на лечение смс-ками собираем. Теперь еще и Украину будем на пожертвования восстанавливать. Вот конкретный пример того, что пропаганда достигает своей цели. Почему? Да потому что это чушь, которую аккуратно вкладывают людям в голову гибельсята. Не лопается российский бюджет от денег. В профильных министерствах уже заговорили, что он может стать даже дефицитным и даже в этом году. А с ценами на нефть все еще гораздо печальнее. Да, на смену европейским рынкам сбыта пришли Азия и Индусы. Да, они готовы брать много, но по какой цене? Не смотрите вы на эту смесь-бренд, которая по пропагандистам растет как бамбу. Цена на нефть взлетела уже до максимума. Сегодня на торгах баррель стоил почти 140 долларов, чего не было с 2008 года. И произошло это после сообщений о возможном введении США запрета на импорт сырья из России. Ранее Соединенные Штаты заявили, что вместе с европейскими союзниками активно обсуждают вероятный отказ от российской нефти. Ничего не понимаю. Реальное положение вещей таково, что нашу Юралс те же индусы и китайцы покупают с дисконтом почти в 70% по 40 долларов за бочку. Как тебе такое, Илон Маск? Плюс с логистикой геморрой. Чтобы доставить ту нефть, например, в Индию, ее надо протащить через весь континент, из северных морей, огибая всю Европу. Там такие траты, что мама не горюй. Но об этом ведь вам пропагандисты не рассказывают, верно? Хотите, еще один пруф подкину? В смысле доказательства того, что я все-таки прав. А вспомните о скандале месячной давности, когда Газпром и другие нефтегазовые гиганты объявили о том, что не в состоянии выплатить дивиденды акционерам по итогам 2021 года. Финансовый рынок России накануне вновь ушел в пике. Индекс Мосбиржи упал на 7%, РТС почти на 5%. На дно биржи тянет Газпром. Компания решила не выплачивать дивиденды за 2021 год, хотя месяц назад Совет директоров рекомендовал поделиться с акционерами. Держатели ценных бумаг Газпрома посчитали себя обманутыми и стали массово избавляться от акций национального достояния. В итоге за сутки стоимость акций Газпрома упала на 30%. Думаете, Газпрому нужно было весь этот кипиш искусственно создавать? У них и так головняков выше крыши. Начертаем еще этот кидок с миноритарными акционерами. А ответ вот он. Я уже начал его озвучивать. Просто денег нет. До кучи, кстати, Госдума приняла закон об увеличении налога на добычу полезных ископаемых. Газпрому это обойдется более чем в дополнительный триллион рублей. То есть плюсом к тем налогам, которые они должны были заплатить. Поэтому, друзья, где бюджеты-то ломятся? У кого они ломятся? Деньги из казны сейчас идут сами знаете куда. Причем в таком количестве, что нам лучше даже не знать тех цифр. И этот прожорливый крокодил станет просить все больше и больше, а где взять? Малый и средний бизнес загибается. Предприятия одно за другим схлапываются каждый день. Как раз вот с этого начали. Я про ленинградский завод. Кто забыл? Из физиков тоже уже все. Уже невозможно дальше их доить. Все, что можно было, выдавили. Накопления наши тоже у нас украли. Мне часто задают вопрос, что ты к этому курсу доллара привязался? Мы же в рублевой зоне живем. Живем-то может и в рублевой. А вот накопления у людей, ну у тех, у кого они были, хранились в валюте. В марте эту валюту запретили снимать со счетов лимит. Обозначили в 10 тысяч, а остальное фигу с дрыгой. Сейчас вот до марта 23-го данную историю продлили. Банк России до 9 марта 2023 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов. Это значит, что клиенты по-прежнему могут снять со своих счетов и вкладов только ту валюту, которая там находилась до 9 марта 2022 года. И не более 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро. Прикольно? Нет. Это как бы твои деньги, но ты не можешь их снять. Вернее, можешь, но только в рублях. И по их курсу, который занижен как минимум вдвое, то есть лежало у человека еще зимой 5 миллионов в валюте, на квартиру, например, копил. Сегодня эти 5 миллионов превратились в 3. Круто! Нет. Хотя к Новому году, думаю, еще веселее будет. Как бы о заморозке вообще любых накоплений не объявили, в том числе и рублевых. Сами знаете, с какими событиями. Вот только не надо мне сейчас говорить, ну это уже совсем бред, ты чего. На такое в Кремле не решаться, они ведь там тоже не дураки, а еще полгода назад мы с вами точно так же о возможности боевых действий в Украине думали. И считали сумасшедшими тех, кто утверждал, будут, даже не волновайтесь. Переиграл всех Владимир Владимирович, Россия в опе, а будет еще хлеще. Впрочем, повторюсь, по ящику рассказывают совсем о другие сказки. Кризис, к которому старый свет привели его же антироссийские санкции, на глазах меняет привычную жизнь европейцев. В Великобритании, например, многим подданным ее величество пришлось отказаться от путешествий даже по собственной стране. Слишком дорого. Об этом пишет местная пресса и приводит данные соцопросов. Более того, каждый десятый вообще продает свой автомобиль. Литр бензина в королевстве сейчас стоит примерно 2 фунта, это 150 рублей. А ведь еще нужно как-то платить по коммунальным счетам. Цены на газ тоже заоблачные. Ах ты, м***ь, тупая. Ага, зато россияне в одночасье все путешественниками заделались. Прям путешествуют и путешествуют без ума, без памяти. Особенно пенсионеры, как дедушка в 18-м обещал. Ладно, продолжим уже в следующий раз, потому что уже за рамки хронометража снова вылезли. Это реальная журналистика, переваривайте. Увидимся, услышимся и очень скоро. Пока-пока.